17 января, согласно народным традициям, отмечается Феоктистов день. Это последний день рождественских святок. Несмотря на то, что святки длятся вплоть до крещения, отмечаемого 19 января, в старину на Руси именно в этот день старались завершить все посиделки и развлечения. Заканчивались также девичьи гадания. Наступал период смирения, трудовых будней и строгости нравов. Люди верили, что именно на Зосиму и Феоктиста 17 января нечистая сила уходит в свои владения и покидает мир живых, а потому напоследок старается как можно больше напакостить другим людям. Для того, чтобы избежать злых чар, проводили многочисленные обряды. Также в этот день предсказывали погоду на ближайшие месяцы, пользуясь народными приметами. Была широко распространена традиция 17 января выгонять черта из села. Один из жителей деревни наряжался чертом, и его били, исценируя драку. Потом на месте битвы разводили костер, и каждый старался перепрыгнуть через него, поскольку в этом случае, согласно поверью, можно было заручиться поддержкой высших сил, получить счастье и здоровье. Этот день назван в память о преподобном феоктисте и славится особо причудливыми святочными гаданиями и ритуалами. Этот день, согласно древним поверьям, предназначен для изгнания черта и другой нечистой силы, подбивающей честной народ на ссоры, супружескую измену, склоки и другие человеческие беды и селения. В этот день славили чертополох, шили ладанку и готовили нательные обереги, в которые помещали листья и цветки чертополоха. Считается, что он оберегает от множества наносных болезней, инфекций вирусов, защищает от нечистой силы и различных магических воздействий, порчи, наговоры. Также чертополох вешали в сараях, чтобы уберечь скот. Но не всякий чертополох был годен для такого, его необходимо было предварительно подготовить особым порядком. Чтобы он защищал конкретного человека, кусочек чертополоха клали на семь суток под подушку, а на восьмую ночь доставали его. Затем растапливали пчелиный воск и ладан в одинаковых пропорциях и закладывали в растопленную смесь чертополох. Нагревали таким образом несколько минут с защитной молитвой. Затем остывшие с густок зашивали в ладанку и носили всегда с собой. Девушки в этот день загадывали желание и проверяли, сбудется или не сбудется по звездам. Ночью, когда взойдут звезды, выходили во двор и примечали, с какой стороны от них будет большая медведица. Если справа, то желание сбудется, если слева, то нет. Кроме того, если впереди показывалась линия звезд по Млечному пути, то это было знаком того, что придется еще один год сидеть в девках. Также существовали защитные обряды на дом и на семью. Если в доме постоянно болеют дети, что-то ломается и выходит из строя, раз отразу случаются кражи, то тут явно не обходится без участия злых духов, от которых можно избавиться именно 17 января. Для этого потребуется чугунная сковородка или кочерга, с которыми нужно обойти все углы своего дома и потрясти чугуном таким образом, чтобы издавался шум. Лучше всего бить по ним ложкой, громко приговаривая, «Вся сила злая, вся нечисть лихая. Из дому выметайся, со двора убирайся, назад не возвращайся. Тут тебе ни жить, ни поживать, радости не знать. Коли в раз не уберешься, то беды не оберешься». Какие существовали народные приметы на 17 января? Согласно народным поверьям, если на 17 января выпадает полнолуние и стоит ясная погода, значит весной будет сильное половодье. Если на деревьях лежит много снега, у пчеловодов будет удачный год и получится собрать много меда. Также в народе считалось, что человек, который родился в феоктиста в день, будет очень прозорливым. В качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит и гранат. Также говорили, если в день феоктиста в 17 января рождается ребенок, то он будет обладать тайным знанием. Также в народе верили, если в этот день человек собирался в дорогу, ему нужно зашить воротник цветок чертополоха, чтобы нечисть не свела с пути и не навела порчу. Алая заря 17 января предвещает ветреную погоду. Если слышится крик лисы в этот день, жди ненастную погоду. Если в этот день идет снег, примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться. Также в народе считалось, если 17 января с иконой обойти вокруг дома, приговаривая молитву, то из жилища уйдут все злые силы, которые вводят человека в грех. До окончания обряда никого не впускают в дом и с домочадцами не разговаривают. Продолжение следует...